Всем привет! С вами Артём, и мы продолжаем играть в Санхевен. В общем, почему я резко продолжил? А дело в том, что я нашёл какого-то чувака от мудоханого, который что-то охраняет. Вот, и я не знаю, что это, и поэтому я решил начать. Да, не страшно. Да, серия прошла буквально с предыдущей, не знаю, может, 2-3 минуты, я сюда зашёл и всё. И вот чувак. Раненый боец. Хм, кто там? О, здравствуйте. Слушайте, больно говорить. Вы доктор, мне бы очень пригодилась помощь. Я схожу за помощью. Ага. Я схожу за помощью, братан, живи. Он охраняет то ли... А, это его шлем! Да, я решил пофармить, сходить. Ну что ж, придётся немножко формануть, а потом пойти за помощью. Тем более тут новые кусты. Серьёзно, уже? Я даже отойти далеко не успел. Мне надо подфармить сначала, а потом уже идти за помощью. Так, Т. Да. Тут сейчас всё пойдёт совсем по-другому. Так, мне нужен шёлк. Вон он как раз растёт. Вроде Х2 сейчас есть шанс выпадения. Есть Х2 шанс выпадения. Там мешок с деньгами, тем более. Поэтому в любом случае забираем всё. Где, кстати, ещё один мини-босс? Пока непонятно. Так, сундук здесь не переспаунился, что как минимум понятно. Так, здесь, наверное, мини-босс должен быть. Но там ещё и ягоды должны быть, поэтому, естественно, мы заберём. А, это эльфийский лес! Это не мини-босс. О, кстати, кристалл воды. А нам нужен кристалл воды, так или иначе. Так что, да. Там вон какой-то камень синий валяется. И красный камень, и сундук лежит. Это что? Руна огня, руна воды? Ну, прикольно. Они что-то стоят? Возможно. Куча маны просто. Какой-то сфер. И железный ключ нужен. Хорошо. Если там что-то и есть, я это не вижу. Так, а по поводу рыбалки здесь как? Тут... Да что ты, в смысле? Кидай давай. Плыви, рыбка. Поймаем одну и пойдём. Не будем второй ловить. Пусть живёт. Блин, повезло. Что за рыба? Я поймал угря! Блин, можем кузнецу квест сдать. Охренеть, я поймал угря. Кто же знал? Так, я прокачался. Исследование 31 уровень. Я и угря поймал, и прокачался. Т. Иди сюда. Ага. Так. Забираем всё. Погнали. Да, супер. Мы ещё сейчас и прокачались, и квест дадим. Так, исследования мы прокачали. Да, давай ещё больше денег. 15 монет в день. Супер просто. Бойца нашли. Прокачались. Чё ещё? Да и всё, вроде. Больше ничего. Денег теперь до хрена в день идёт. Ща, боец, погоди, я за доктором схожу. Чё у нас ещё-то, кстати? А, камни нашли. Дерево, кстати, можем посадить. Этого ещё надо накормить. Кстати, то, что чем его накормить, кажется, у меня это есть. А, мы ещё дерево набрали, точно. Самое главное дерево. То есть, вверх и к боссу налево, вниз или посередине, как правильно. Посередине к этому. Да, я же говорю, ещё ничего не выросло, потому что я только начал. Так. Угарь я не буду скидывать. Я лучше вот это вот так возьму. И сделаю вот так. Пока что. Так. У нас с вами 465 монет и ещё 2 маны. Книги это топ. У нас 3 штуки есть водных кристаллов. Они на чё-то были нужны же. 3 водных кристаллов. Давай мне дерево на всё. 3 водных кристаллов на что-то были нужны. Нахрена они были нужны? А-а-а! 4 водных кристаллов на большую сеть. Точно. У нас пока нет столько. Так, стоп. Древесинку можно, в принципе, забрать. Водных кристаллов. Да, древесину можно отсюда забрать. Забирай. Листик опять на продажу. Вот вам шёлк. Это вот так. Вроде всё. Погнали. Сейчас быстренько за врачом. Сходим. Давай доску. Найте вот это и найдите вам камень воды. Подожди, а куда я камень... Нет, камень воды мы заберём. А куда я камень дел? Один? Или это у меня уже второй камень огня? А куда я камень огня дел? Подожди. А-а-а! Руна огня у меня уже четвёртая по счёту. 7 часов. Успеем мы до трогаша, до врача? И надо сдать сегодня ещё кузнецу. Кто, врач или кузнец? Давай за кузнеца пока возьмёмся. Квест хотя бы сдадим. Потому что... Блин, поймать угря там. Жесть. Какое везение. Просто невообразимое. Хотя бы, да, можно маны восстановить. Хорошо бы. Купить у этого я ничего не хочу покупать. У него ведь ассортимент не обновляется. Ну, то есть, у него всё то же самое. Я хотел у него деревьев купить хороших. Ой, это, кстати, свалил отсюда. Просто, понимаете, рандомные события. Типа, ты пошёл куда-то и хренакс, ты нашёл какого-то человечка. Это интересно. Да, нет проблем. Медная кирка мне твоя не уперлась. Я лучше рыбалку возьму у тебя. Я могу торговать! Я могу торговать! Твою ж мать, как я рад. Я могу торговать. Ха-ха. Ммм, но я не могу ничего купить. Плевать. Давай поговорим. Как вы стали мастером кузнецодиаток. Жизнь, проведённая в кузнице, делает своё дело. Супер! В любом случае нельзя быть кузнецом, пока у тебя нет навыков. Вы сделали себе так... Так, вы сделали себе такую? Конечно, научился. Тогда вы готовы к изготовлению собственного снаряжения. А это значит, что тебе нужна руда. Ага, у вас суровая... Так, вы чертовски правы. Сделал дисциплине, нельзя научиться. Есть... Если тебя... Если тебя пекают. Упорный труд, лучший учитель. Да. Ага, всё. Супер. Я могу с ним торговать. Уже хорошо. Прям слушайте, у меня... У меня просто сегодня... Как объяснить? Сегодня было воскресенье. Сегодня у меня был, помимо всего этого, у меня полчаса, был ещё очень-очень прекрасный стрим. Поэтому я очень в хорошем настроении. Был прекрасный стрим. Косяки в нём были, но он был, в принципе, шикарен. И боссы завалили, и всё такое. Ага, кто в курсе, тот в курсе. Так, больничка. У меня ровно 30 минут. Иди сюда. Кому, кстати, рассказать об этом? Ой, смотри-ка. А, ты сказал, что нашёл раннего в лесу. Спасибо, что сказал мне. Артём, я сейчас же отправляюсь. А мы заспавнимся там? Нет. Два хилки, две маны. Скорость. Я, конечно, ману возьму. Ты чё? Мана шикарная штука. У меня эти хилки не уперлись. А мана нужна. Опыт-то исследований прокачался. Блин, а чё, кстати, в исследованиях у нас есть? Мы сейчас тогда спать пойдём, потому что завтра квесты. А в исследованиях у нас дальше... Срубает деревья, даёт один максимальный маны. Ни хрена себе. Можем плюс 20 маны за деревья получить? Полностью вырученные деревья имеют выпадение дополнительных редких материалов. А тут разные способности. А тут больше шансов упадения всего. Продолжайте путь через северный лес. Вернитесь завтра собрать виноград. Ну вот мы завтра поспим сейчас. Соберём виноград. И... Блин, это зелье хорошее. 90 маны. Просто шикарно. Просто превосходно. Так. 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 Надо животными заниматься, но у нас 2,5 тысячи всего лишь денег. И загон для животных я не строил. 2 тысячи из которых этих денег уйдёт на то, чтобы построить этот... Блин, я испугался. Я думаю, что это за хрень, почему я на него навестись смог. 2,5 тысячи уйдёт на то, что... 2 тысячи. На... Покормить и на... В этот... Покормить и что-то ещё. Я забыл уже. Покормить и... Покормить, покормить, покормить и что-то ещё уйдёт. Короче, нет. Деньги уйдут. Ману мы оставляем. Печеньки, тысячу монет. Ну давай съедим. Я не знаю, за что будет, если мы нажрёмся печенек. Типа, без понятия. Но сегодня мы сейчас выполним множество квестов. 2, как минимум. С виноградом разберёмся, чтобы пойти к эльфам. И пойдём дальше. 11... Да, я знаю, что мы получили 11 маны. Так. Собираем виноград. Посмотрим. Динозаврики снизу сожрут мы виноград, который там был. 5 штук. Который не защищён. И вот эта вся линия, которая не защищена. Отдай варенье. Не, смотри, им вообще плевать. А, серьёзно? Виноград мёртв. Они не пережили ночь. Несмотря на то, что сказал Эдвин. Что-то пошло не так. Может быть, Эдвин знает больше? Так. Во! Нам нужны были вот эти штуки, чтобы вырастить... Этого накормить. Чубрика. И мы его сейчас накормим. Так, давай собирать вот это пока. Короче, ни хрена ночь не пережила. Но у нас сегодняшний день... Для чего нам? Для того, чтобы... То есть, я посадил 45, и это нам ничего не дало? Может быть, их надо сажать в эльфийской почве? В какой-нибудь там. Или в чём-то таком. Так, мы фермерство прокачали. Я вот это возьму способность. Мы сейчас её заценим как раз-таки. Как она работает. Так, и давай виноград это съедим вареницу. Шахтёрство плюс 112. Ах! Хорошо! Шахтёрство, это превосходно. Иди сюда. Так, надо деревьев нарубить. Они ещё, кстати, не до конца выросли. То есть, мы можем поймать рыбку и прокачаться, да? Давайте так и сделаем. Ну, типа, есть возможность прокачаться. Почему бы не прокачаться? Я видел здесь рыбу. Я видел здесь рыбу. Ну, вот она. Я же помню, что я видел, когда бежал. Идеально. И пятнадцатый уровень у нас взят. Не знаю, что это. Красноголовая гуппи. Супер. Так, больше опыта. Вторую рыбу. Девять процентов. Давай опыт больше. Сколько тут надо? Пятнадцать? А, ну у меня уже пятнадцатый. То есть, мне надо ещё очко вложить, и мы сможем... Так. Давай скилл посмотрим. Место огненного. Прикольно. Прикольно. А, это не даёт ничего. Ну, в смысле, это ничего не даёт. Как сказать-то правильно? Это не даёт навыка шахтёрства. Вот я ещё. Так. Забирай вот это. И мы это сейчас отнесём нашему другану. Вот это вот. Нет, не вот это, а вот это. Шакоберри. И откроем новую локацию. Вообще хорошо. Пять. Давай ещё. Девяносто восемь к атаке. Супер. Нет, день сегодня хороший. День сегодня прям игровой. Шикарный игровой день. У меня настроение просто до самой... До самого потолка лупит. Так, короче, скилл хороший, но возьмём пока огонь. Потому что... Ну, блин, способность прикольная, но... Она не даёт мне никакого опыта, что обидно. Так, чё это? Десять деревянных досок. Вообще без проблем. А, лампу дать. Просто на английском. Рыба пуфиндуй. Ой, это не лампа. Деревянные доски мы потом выполним квест. А мы хотя давай за досками сходим. А рыба пуфиндуй посмотрим. Может, она у меня есть, кстати. Потому что у меня рыба-то дохрена, и она может быть спокойна. И мы сейчас её пос... А, у меня маны нет. Давай. Рыба пуфиндуй. Рыба пуфиндуй. Как это звучит. Кстати, а солдату помогли же, да? Наверное, да. Так, рыба пуфиндуй. Как она может выглядеть? Да, у нас нет пуфиндуев никаких. Мы их таких не вылавливать. Десять досок надо. Ну, вот как-то так. Так, всё. Ну, блин, опять вот мы сейчас пуфиндуй этот дебильный не получим. Прости, нет у меня пуфиндуев. Пуфиндуев у меня нет. Нам нужны водные камни. Где-то либо крафтить, либо покупать. Так, а где? Кому квест давать-то? Ясно. А, подожди. Один в таверне. Эта таверна здесь. Нам надо в центральное здание. Опять маны нет. Маны всё нет и нет. Обидненько. Так, с тобой, кстати, поговорить можно. Может быть, даже отношения поднять. Привет. О, Артём. Я не ожидал так быстро. Раз. Да нет проблем. Исследования берём. Конечно же, исследования. Стой, стой, стой поговорить. Добрый день, Артём. У меня есть немного свободного времени, если хочешь поболтать. Да. Если что-нибудь, что вы хотели бы узнать, мне любопытно, какой твой любимый десерт. Не, подожди. Есть один восхитительный. Я не понимаю, на что это похоже. Неужели так трудно найти? Так. Однажды я попросил у Алям попробовать сделать его, но у него ничего не вышло. Он давай остановит между нами. Я не хотела... Так. Ваши волосы от природы рыжие. Ты права, её волосы красивее твоих. Конечно, но твои выглядят как настоящий огонь. Да. Всё. Я просто общался уже на эти темы. Диалоги, короче, не поменялись. Поэтому я и не подумал смысл. Погнали в таверну. Тогда поговорим по поводу того, что всё сдохло. Может, он что-то скажет хорошее. Хотя хрен его знает, что он скажет, может, хорошего. С тобой надо пообщаться. Да, но с народом надо общаться. А, Натаниэль. А ты... А пошёл ты в задницу. А что ты не общаешься со мной? То старик со мной не разговаривает. Я хренову тучу времени просрал. То и этот теперь. Ну, здравствуй, фермер. Дай угадай. У тебя винограда больше, чем ты можешь унести. И ты готов оплатить этот счёт. Я посадил виноград, но он погиб. Это так. Ну, знаешь, теперь, когда... Я думаю, об этом винограду нужна не только вода. Ты должен внушить им немного маны. Тоже. Ты имеешь в виду мана? Да-да, именно это я и сказал. Манеры. Вот почему я не могу выращивать этот вонючие штуки, раз уж ты стал глашатым гордо с твоим причудливым богословением солнечного дракона. Я думаю, ты знаешь, что делать. Но разве не так бывает в жизни? Итак, ты хочешь научиться вливать ману? Может быть, Архмастер или Архмагз? Или как ты её называешь? Ну, ты знаешь. Рожеволосая человеческая девушка. Если кто и сможете помочь, это она. Я знаю, что это не я. Тогда я посмотрю. Смышлю. Ага. Подожди, а может быть, мы сейчас сможем влить ману в 45 винограда? И типа сделать виноград из этого? Так, куда мне? А, она в центральном здании. Погнали. Посмотрим. Может, сейчас прокатит. У меня как бы мана за печеньки ещё идёт. Но я думаю, что нет смысла пока что тратить печеньки. Она всё ещё там? Да. Печеньки пригодятся, когда мы воевать будем. Это мне пригодится, да. А сейчас как бы смысл. Сейчас мы с ней разберёмся и пойдём уже квестом сюжетным заниматься. Наконец-таки. Золотой ключ. Скоро я тебя открою. Добрый день, Артём. Как продвигается твоё свидание по пути в Нелваре? Я и не подумал спросить. О, тебе нужна моя помощь. Вливать ману это нисколько неожиданная просьба. Хотя ты ищешь скрытый эльфийский город. Так что, возможно, это не так уж и неожиданно. Да я знаю, где он. Я знаю об этом и, конечно, помогу вам понять, как это работает. Если вы встретитесь со мной в моём кабинете в ратуши, я буду рада научить вас искусственную реаниману. Ты дура? Я на месте. Сейчас у меня нет... А, не больше так. Я очень хочу научиться у тебя. Привет. Были вы в последнее время? А, вестибюль. Понятно. И сюда. Привет, Артём. Готовь ты... Да, конечно. Ну, не упоминая об этом, Артём, я помогаю тебе, чтобы ты помог мне помочь Санхевену. Хе-хе. Понял? Позвольте мне начать. Так. Манны существуют в каждом живом существе, в каждом растении и животном. Даже в нас с вами. Всякий раз, когда вы произносите заклинание или используете магию, вы черпаете ману внутри себя, чтобы привести это действие в действие. Всё понятно? Когда вы производите заклинание, вы вытягиваете ману через себя и высвобождаете её в форме заклинания, которую вы решили использовать. Я понимаю. Так. Просто не думай об этом слишком много. Манна, естественно, часть всего. И для таких, как ты и я, она является продолжением нашей сущности. Хе. Просто надеюсь, я всё правильно объяснил. Я пытаюсь вспомнить то, что говорил мне мой дед, когда обучал меня. У тебя всё получается. Спасибо за второе... За вотум доверие, Артём. Мой дед оставил наследие знаний, которые я планирую продолжить. Так. Когда дело дойдёт до вливания маны, представь себе... Это как произнесение заклинания, но без той части, где ты испускаешь энергию в конце. Вместо этого вытягивай ману через себя и удерживай её. Так, жизнь — это губка, а мана — это вода. Поэтому, когда вы вытягиваете ману, жизнь вокруг вас будет естественным образом втягивать эту ману. Я не уверен, что понимаю. Я думаю, что это может быть немного сложнее для понимания. Всё в порядке. Артём, я думаю, тебе будет легче понять, если ты попробуешь. Вот видишь этот цветок в горшке? Он уже давно завял, но с помощью мана ты можешь оживить его. Попробуй сконцентрировать свою ману и влить её в растение. Я знаю, что это очень большая концентрация, но попробуй представить себе это как плавное движение. Простая задача. Как взмах топором или, может быть, как нажатие кнопки. Вы поймёте, получилось ли это. Поверь мне. Теперь попробуй сосредоточиться, Артём. И чё мне надо? Пять маны. Ха-ха-ха! Ух ты, у тебя получилось. И так быстро, думаю, я не должна удивляться, но ничего не могу с собой поделать. Очень хорошо сделано, Артём. И это всё? Это основная идея, да. Но вливание маны, это не просто ритуальная работа, это обмен энергией и жизнью. По крайней мере, так говорил об этом мой дед. И он был прав. Мана — это энергия. Если вы чувствуете её недостаток, еда, отличный способ пополнить запасы. Поэтому, если вы планируете использовать много маны, обязательно возьмите с собой много еды. А вы когда-нибудь наблюдали, как группа людей работает над заклинанием, а потом прерывается на перекус? После этого остается только грязных тарелок. Последнее, чем я хочу поделиться, это то, что одно вливание маны не отнимет у вас много маны. Но имейте в виду, что несколько вливаний могут очень быстро ее накопить. Если, ага, 5 маны, все, что имеет силу. Кажется, я понял. Так, превосходно. О, 5 зелеманы, 2 штуки. Превосходно. Вот я хочу подарить вам это зелеманы, они помогут сохранить твою ману. Спасибо, Люсия. Так, и что? А, просто поговорить в таверне? Просто смотрите, у меня как бы 45 этих. Так, значит, что? Поговорить в таверне с ним я не хочу. Объясняю. Обойдется пока что. У нас сегодня два путя. Во-первых, вверх. Продолжить путь надо. Северный лес. Может быть, там новые монстры будут, еще кто-то. Мы сможем новые лесы добыть. Может быть, руду сможем купить. Хотя вот тут руда и так продается. Тут продается не руда, тут продаются готовые слитки. Но это нам не надо, потому что они слишком до хрена стоят. Да. Поэтому мы сейчас здесь кое-что сделаем. Так. Я иду... Вот зачем я иду, если бы вспомнить еще? А, все, я вспомнил. Мы идем сейчас за... Так, во-первых, вот это скинуть надо. Мы сейчас идем за этим. Животное накормить и посмотреть, что там он у нас, куда он приведет. Во-первых, мы игрушку на халяву получим. А во-вторых... Блин, надо было подождать дерево. Я еще тут два посадил. Мне выпали семена. Надо подождать, пусть он растет пока что. Блин, доски реально очень сильно нужны, но... Ты, иди сюда. Я приди тебя покормить. На, держи. Вали отсюда. Так, еще один енот. Сто монет стоит всего. Сто монет не будем тратить. Так, и куда путь? Ух ты. Ух ты. Ух ты, ух ты. Это же хорошо. Эк, не женцию забери. Это мана халявная. А, это не рубится. Давай вот это срубим. То есть тут просто будет дополнительно расти много деревьев. А вырубить их все вряд ли получится, да? Ну, типа... О, еще эту мы стрясли. Так, вон еще ягода растет. Мы сейчас просто шелка наберем. Грибы нам не сильно нужны. Мы, наверное, сейчас тогда к деду сходим. Я просто понимаю, что если мы сейчас сходим к деду, мы, скорее всего, откроем этот... Книжку сможем прочитать. И нас отправят в лес. В любом случае. В лес нас отправят. Но деревья я обязан срубить, потому что они мне очень сильно нужны. 10 бревен. Бревен уже штук 30, наверное. Но плюс шелк идет по 4 штуки. Охренеть. И плюс вот это. Тут ничего нету, да? Все. Ты дрыхнешь. Спасибо тебе большое. Ну, локация такая себе. Типа, ничего ценного тут так толком-то нету. Но сколько мы деревьев нарубили? 60. У меня 3 саженца есть. И кот еще. Погнали. Надо саженца посадить. Потому что надо. Ну, типа, деревья. Пусть растут. И кота посадим. Мы будем набирать себе армию маленьких котиков. Кстати, надо палить все. Я забыл совсем об этом. Так. Котик не помещается. Пока давай сюда. Да, сейчас я все палю, и мы продолжим. Так, я все палил. Погнали. Тогда дальше. Погнали тогда дальше. Нам, получается, надо латук и что-то еще вырастить, да? Чтобы... А, мы еще, кстати, квесты брали уже. А квесты мы брали. У нас рыбы это нету. Ладно, пообщаем. Нет, подожди. Давай забьем на фермера. Я просто... Или пообщаться с этим алкашом. Просто если мы пообщаемся с алкашом, мы, скорее всего, получим кое-что. Кстати, у нас сейчас 175 маны. 177 маны. То есть книжка дает по 2 маны. Так это хорошо. Я просто думаю, что мы сейчас дадим виноград. И нас прям либо же сразу отправят. Прям скажут. А ну-ка ты давай. Шевели ногами. Шакоберри. Шакоберри мы потролем. Ну, это еда. Она пойдет у нас на что-нибудь хорошее. Прям хорошее. Я, кстати, хочу за маны еще сходить. Здорово, алкаш. Еще раз здравствуй, фермер. А что это у тебя за взгляд? Архимастер научил тебя всему, что касается вливания маны. Хе, хорошо. Ополагаю, если ты готов снова попробовать вырасти наград. К счастью, для тебя у меня еще есть семена. Хорошо, спасибо. Еще 45 семян. Кажется, мы сейчас потратим все зелья маны. Так, посади 40 семян. Залей воду, 40 виноград. Влей 40 винограда. Ой. 40 на 5 это 120. У нас 177. Так. Короче, мы успеваем. 28 минут. Да, я знаю, что я ману трачу и все такое. Ну и хрен с ним. Она восстанавливается и так у нас. Погнали. Смотри, будка трясется. Хороший дом для хорошей собаки. Но будка тряслась. Или мне показалось? Глюки. Это нормально. Это нормально. Это нормально. Короче, поливать так или иначе придется. Поэтому давайте сейчас я быстренько тут все сделаю. Так, 45. Этого хватит на 45? Вряд ли. Подожди, я что-то не палил? Или оно автоматически выросло? Да подожди ты. А, требуется 5 маны. Мне еще посадить это все надо. А ты уже с меня ману требуешь. Так, надо, во-первых, палить сначала. Короче, ладно, я сейчас все это полью. И потом мы будем выливать в эту ману. Я так понимаю. Но 45 это 3 штуки. Как правильно сказать-то? Это 3... 3, 3, 3. Да, я винограда больше посадил. Но ничего страшного. Это 3 раза палить все. То есть, в принципе, сейчас, да. Надо же фермерством легким заниматься. А то что, да, одни бои-то и все. И косой просто собрал. И как бы никаких проблем. Вообще даже без понятия, что я вот это палил. А, я ману влил. Скорее всего, я ману влил в это растение. Это... И оно подросло. Да, скорее всего, так. И было. Ну, сейчас манам и зельки жахнем просто 2 штуки. Я не хочу зелья. Я хочу печеньки съесть. Мне плевать на хпшку. А вот зелек... Я хочу вырасти... Ну, типа, оставить на серьезные бои. Серьезно? На одну не хватило? А как не хватило? У меня 45 винограда. И у меня должно было хватить 100%. Так. Давай печеньки есть. Печеньки не так жалко. 120 надо где-то маны. Вот так. Так. А, видимо, это что-то другое росло. Видимо, это росло что-то другое. В смысле? Я серьезно? Что-то я неправильно рассчитал, что ли? Так, все. В это вливать ману не надо. Соберите 40 винограда. Хорошо. Но нам не нужен 40 винограда. Это завтра все равно будет. Получается, да. Это... Нет, давай раскидаем. Вот это вот мы скинем на... Потому что я уверен, что нам сейчас какую-нибудь хрень дадут. И нам придется чем-то заниматься таким. Как объяснить-то? Так, шакобери, держите. Я думаю, что нас сейчас отправят какой-нибудь хренью заниматься в квесте. И мы просто банально не сможем. Так, мы можем вот через это выйти. Как вариант. Я к тому, что сейчас воевать будет долго. А 90 маны вроде? Там по 90 маны? Или поскольку по 50? По 90 маны. То есть, 180 маны, в принципе, нам пригодятся. О, рыбак здесь тусуется. Время только час 40. Мы успеем сейчас еще повоевать неплохо, так? Вот. И посмотрим, что из этого выйдет. Посмотрим, куда нас приведет эта тропинка. Да, мана кончается на прыжки. Надо восстановление маны какой-нибудь, ожерелья найти. Ладно, пока так побежим. Просто я надеюсь на противников. А раз противники будут, значит, надо будет использовать способность. И убивать их способностью, конечно же. Так, здесь у нас эти чубрики сидят. Да, слушай, переспаун прошел. А на отсюда все не добыть. Весь этот. Все залежи. Все, погнали наверх. Посмотрим, что там у нас есть. По карте большой будем бегать или вряд ли? Легор. Охренеть. Я вижу здоровяка, дрыхнущего. А, это он, наверное, и перешел. Так. Подожди. Погоди. А зачем столько грибов? Почему не сделать просто ряд грибов? Так. Я не знаю, как я это сделал, но я и сделаю. Нужен мифриловый ключ. А ты не охренел ли час? Мифриловый ключ с меня требовать. Так. Тем временем мы уже на пути к монеткам. 130 монеток. На пути к городу. Скорее всего, еще будет пару стычек с монстрами 15 уровня. А, ни хрена себе, ткань выпадает. Стоп. Ткань выпадает. Ткань это хорошо. Посмотрим, что мы еще выбиваем с этих ребят. Так. А как насчет Т-шки? Так. Я понял. Ага. Мы можем вас вот так убивать. Так. Тут можно подобывать. Кристалл воды. Почему, мне кажется, это вода той самой, которую мы добывали сейчас? Как это объяснить-то? Где мы ману пополнили? Вот эта вода очень хорошо похожа на нее. Так. Т-шка. Давай. Ну, ради тебя я не буду заниматься такой хренью. Интересно, они заспаунятся заново сейчас? Благо топор хороший. Благо топор хороший. Короче, арбалет нужно нормально уже брать. Так. И что мы получаем? Деньги. Увеличить количество фруктов. Давай. В полтора раза будем получать больше. Так. Какие-то грибы. Хе-хе-хе. Так. Забираем вот это. Забираем вот это. Это малинка. Да, смо... Ни хрена себе. Во-первых, мы получили топовое дерево, которого у нас не было. Но рыбу я ловить тут вряд ли буду, потому что я ее не вижу. Ой-ой-ой. Тэшечка. Ага. Так, они переспавниваются. Может, там мне смогут телепорт открыть? Опыта очень много пошло за убийство. Так, за убийство много опыта. А, мы шквал стрел, кстати, не проверили. Залп из 10 стрел мы, кстати, не проверили. Маны меньше будет тратиться. Либо маны просто больше взять. Дай больше маны возьмем. Сейчас залп стрел проверим с арбалета. Вот. Ты что вообще? Во что ты стреляешь? Во что ты выстрелил, скажи мне? Залп стрел говно. Он во что-то стреляет? Но во что, я так и не понял. Так. Ага, ты в меня плюнуть хотел. Собака сутулая. Так, два путя. Наверх и налево. Давай наверх сходим, посмотрим, что там. Если ничего хорошего, то пойдем налево. Музыка кончилась. Печать. Какой-то лес. Это сюжет. Зря мы сюда пошли. Да? Но пока мы назад пойдем. Назад иди. А густой туман покрывает лес перед вами, словно стена тумана. Мешает вам двигаться вперед. И что мне теперь делать? Кажется, ничего не может проникнуть сквозь этот барьер тумана. Возможно, солнечный дракон сможет дать ответ. Лучше подойду, попрошу розы. Ага. Все. Я не буду... Ну, все, финит. А-ля. Здрасте. Ага. Обидно, что... Так. Есть что мы за... Просто вот сюда проход налево еще есть. Это полянка. Но на полянке нет ни черта ценного. Ну, есть кое-что. Так, надо заюзать вот это. Так. А-а-а. Т. Я что-то выбил. Да и все себе выбил. Че такое можно? И че нельзя? Я два саженца выбил. Куча ягод. Дерева твердого много выбил. Кристаллов воды набрал. Супер. Прикольный лес. Прикольный сюжетный лес. А прелесть в том, что они меня тут даже не достанут. Ну, такая себе способность. Прикольно, но зря тратим ману по факту. Погореть с розой надо. И дождаться, когда вырастет виноград. Тут через способность. Надо больше болтов. Больше выпускать болтов. Да, болты. Ну, арбалет, короче, нужен нормальный. Тридцатый уровень нужен. По сорок. По двадцатке дает за раз. Неплохо. Но надо больше. Надо больше, намного больше. Но из плюсов можно здесь очень неплохо фармить. Типа ребят всех. И прокачать себе нужный уровень. Тем более тут очень много всего хорошего выпадает. Типа ресов неплохих выпадает. И можно на них, в принципе, подфармиться. Но самое главное нет. Самое главное то, что, скорее всего, когда здесь тьма уйдет. Будет все более-менее культурно. Мефриловый ключ, парень. Ну ты че? Какой мефриловый ключ? Сейчас где мефриловый ключ вообще? Не до мефрилового ключа еще как до Африки пешком. Слушай. Мефриловый ключ, парень. Ага. Ага. А здесь нет какой-то типа попрыгнул нычки. Попрыгай по грибам, получи бонус. Мне надо кого-то убить просто одного и атаку прокачать. 27-й всего лишь будет, да? То есть до 30-го все равно до хрена. Ладно, хрен с ним. Это просто кого-нибудь пристрелить, скорее всего, и все. Сейчас даже посмотрим. Да, 6 опыта надо получить всего-то. Это вообще фигня. Вот это вот, да? Вот это такси. Это такси, всем такси, такси. О, квест. С Розой надо пообщаться. Пойдем пообщаемся. Сюжет мне пока нравится. Да, спасибо тебе, Роза. Обратно к дракону. Да, да, да. Хорошо, не торопись. Хорошо, как сказать. Эти я камни добавить все равно не могу. Здорово, дракон. Здравствуй, Артем. Я почувствовал, что у тебя проблемы. Какой-то туманный барьер защищает Уинзергейт. Понятно, здесь всегда был заколдованный туман. Скрываешь дорогу к Уинзергейту. Похоже, это туман, создавший этот... Похоже, это магия, создавшая этот туман. Скорее всего, была усилена Дайнусом и его последователями. Тогда путь вперед становится намного труднее. Что мы можем сделать? Элиос. Среди жителей Солнечного Хевена есть один, кто может знать что-то о происхождении барьера. Кто это? Это Клод, который, я уверен, может помочь тебе. Однако, то, что он решит вам рассказать, будет зависеть только от него. У Клода есть всякие причины держать себя в руках. Будьте терпеливы с ним, так как он может не сразу захотеть поделиться с вами. Так, бонусные маны три штуки. Кошману возьму. Нахрен мне опыт? Я его и так могу получить. А халявные три маны бонусных нет. У меня, кстати... А, да, я знаю, что я должен через эту бабу все время сваливать. Я могу на халяву опыт это набрать спокойно. А вот прокачиваться. Клод, где ты? Подожди. Клод это музыкант? Да, это музыкант. Ну, пойдем к Клоду. Хм. Неплохо прогулялись. Монстриков полупили. Еще чуть-чуть, буквально один монстрик, и мы бы взяли уровень. А что мы за уровень взяли бы? Мы могли маны больше взять. Либо вот этот град стрел беспонтовый. Который мне не понравился. Может на боссов он будет работать хорошо. Но нет. Но это тоже неинтересно. Увеличивает шанс нанести крит-удар на 10% и точность... Так, и точность урона на 20%. А, подожди, может крит-удар и точность, а и урон на 20%. Давай вот это поставим сюда. Мы можем вроде кристаллы жрать. А, нет, кристаллы мы жрать не можем. А что-то мы можем есть, чтобы получать больше маны. А ты с кем там сидишь? А, с своей подругой. Понятно. Ну, зверю покупать смысла нет. Я как бы... Давали бы они бафы какие-то. О, Клод здесь. Так, так, да. Ха, тебе что-то нужно? Элиос? О, слушай, это звучит важно, но я думаю, что смогу тебе помочь. А просто, что тебе сказал Элиос? Вообще-то, просто забудь об этом. Извини, но будет лучше, если ты забудешь о том, что сказал тебе Элиос. Похоже, что Клод не готов говорить о том, что он знает. Возможно, Люсия, как глава города, знает о Клоде немного больше. Ой, извини, что бы беспокоил вас. Отношения подняли. Да хрен мы с ним. Отношения поднимаем, и то хорошо. У нас как бы сейчас... Что остается? У нас остается... Открыть карту. У нас остается убить босса, который держит какого-то чувака в себе. Но у меня банально не хватит, скорее всего, скилла на это. Так, подожди, мы можем вот тут еще кое-что приобрести. Развестись можно, да, здесь. Здесь можно вот, покупать вот эти алмазы за монетки. Письма любовные писать, чтобы начать встречаться. И всякие дают три здоровья навсегда. Серьезно? Зелье потери памяти. Это нет. Обручальное кольцо. Вот, три маны навсегда. Я вот эту штуку буду покупать активно. Два магического урона навсегда. Скорость передвижения навсегда. Так, сравнивается с этим расширением роста. Его употребляет и расширяет понимание фермерства. Очки навыка земледелия. Навык добычи. Навык... Ой-ой-ой-ой, погоди. Так это охренительное зелье. Так, белое зелье. Ноль, подождите. Нет, это просто молоко. Волшебное зелье. Молока. Плевать на эти зелья. Мы можем вот этих напокупать себе. Ух ты, как я развеселюсь. Вот чё ты бежишь? Ну и чё? Так. Он добежал. В смысле? Ты же стоишь на месте. Пресс Артём, тебе что-то нужно? Клод Элиос? Я вижу, я могу... Так, я вижу, я могу сказать тебе вот что, Артём. Клод на самом деле не изначально из Сан-Хейвена. Он переехал сюда несколько лет назад. Я помню, что он сказал мне, что переехал из города. То есть из Великого города. Вы тоже из Великого города, не так ли? Клод сказал мне, что он довольно известен в городе. Возможно, вы слышали о нём раньше. В любом случае, Клод хороший человек. Если Элиосу кажется, что он может помочь, может быть. Вы попробуйте поговорить с ним, с нашим постоянным советником Джуном. У него отличные навыки общения с людьми. Я уверен, что он сможет дать хороший совет, чтобы Клод помог рассказать. Хорошо, я попробую. Короче, мне надо сейчас зельки мутить. Советника с Джуном мы поговорим. Мы можем себе зелик намутить. Вообще много зелик. Смотри, мы можем намутить себе зелик хотя бы вот этих. На ману, на постоянную. На постоянную магическую атаку. Где там было зелье? Вот. То есть навсегда увеличить магический урон. Что мне, в принципе, очень надо. Если мы ещё научимся их крафтить, то супер. Либо можем очков набрать себе. Вот этих вот. Блин, это же клёво. Да нет, это не клёво. Это шикарно. Если так подумать. Ай-яй-яй-яй. 6.50. Мы, наверное, спать пойдём. Где этот чубрик? А, пойдём спать. Не, я знаю, что можем до неё добежать. Но мы пойдём поспим. Рыбопуфиндуй мы всё равно не найдём нигде. А квест мы отменить не можем. Да, скоро день рождения у Клода. Кстати, день рождения у Клода. На Таниэля. А, на Таниэля мы вы... Дариуса. Праздник фонарей. Для этого нам надо алмаз купить. Алмазы всем нравятся. И сейчас ещё пару деревьев посадим, чтобы они выросли. Потому что у нас тяжеловато без деревьев. Так, чё там с виноградом? Он ещё не вырос. Да, он у нас теперь под маной. Давай. Раз, два. Всё. Ещё варенье одно готово. Супер. Давай-давай-давай-давай. 27 уровень. Да, детка. Так, ещё больше маны. 8-6. Огненный луч. Ну, кстати, огненная сфера. Где вот у нас? 2-4 урона. Здесь затрачивает... А, подожди. Разблокирует заклинание огненный луч. Выпускает разрушительный луч огня, нанося уроном многократно. Действие 10 секунд. То есть, 10 секунд, 12 урона. Но это стоять надо. Но на босса это не сработает. Он меня хренакнет. Мечами или арбалетами, или что цена... Ага. Хрень. Прыгнул, выстрелил, прыгнул, выстрелил. Всем мечами. Урон брони на 6 секунд после. Но это мечи чисто. Магия, получается, идёт. Убийство врагов становится 1% вашей общей маны. От сотки это 1. От двух сотки это 2. 2 маны за убийство каждого врага будет идти у нас. А, подожди. Будет идти минимум 1, 1,5 или 2 восстановленные маны будет идти. Минимум. Хорошо. Здоровье каждую секунду восстанавливать можно. 0,2? Да это вообще копейки. Это типа после получения урона вот эта хрень. После получения урона опять. Я не хочу получать урон. Увеличит броню на 3. Дополнительно броню за каждого ближайшего врага. Прикольно. Но это неинтересно. Шанс конца от атаки противника. Погнали спать. Занимаемся всякой фигнёй. Ща поспим. Нам дадут плюшки всякие. Квесты повыполняем. С этим пообщаемся. Сейчас денег получим до хрена. Как минимум. 6 400 тем временем. Блин, я бы сетей купил вообще в идеале. Но они не продаются в таком количестве, которое мне надо. Так. Во-первых, варенье. Во-первых, варенье. Ага. Во-вторых, вот это. У меня 86. 87. Зря я сожрал это. Фермерство. Ой. А ты сдох? Один. Один сдох. А что это у нас растёт такое? Одно. Одинёшенькое. Шокобери. Всё. Давайте тогда польём остатки. 500. 70. Опыта. Фермерство. Охренеть. Не встать. Не встать. Так. Давай быстренько сейчас. 570 опыта фермерства. Офигеть. Офигеть. Так. 3 800 за виноград. Ни хрена себе. Давай вот это скинем. И остатки скинем. Сейчас, подожди. Сколько у нас брёвен? 64. Давай вот так. Так. Еду всё скинем. Всё скинулось вообще. Так. Окей. Чё мы можем? Фермерство. Земля не нужна. Семена тоже пока не нужны. Разблокирует уникальные кулинарные рецепты. Будут разблокироваться. Мы, кстати, почти второй уровень опнули. Разблокирует рецепт ремесла. Улучшенный стол для изготовления. Также снижает стоимость его рецепта на 10. Рецептов будет меньше тратиться. Рецепт ресурсов. Что, кстати, хорошо. Получить шанс приготовить дополнительную порцию еды. Какой уровень нужен? 25. У нас 24. Шанс получить дополнительное урожай при сборе урожая. Вот это хорошая тема. Давай вот это откроем. Нет, остатки. Я не хочу вот всю эту еду открывать. Так. Максимальная мана. Удобрения. Почти семена. Продаваемые. А, вот. Распродажи. Стоит дешевле. Будет до 15% дешевле. Возьмем. Хрен с ним. Так. Я хотел досок сделать. Давай досок на все. Плавить мне пока все равно нечего. Поэтому хотя бы доски на все. Так. Принести виноград надо. Давай заберем вот это все, что тут есть у нас выросло. Просто надо много досок и много рыбы. Чтобы у нас был. Ооо. Да, мы сейчас же будем получать больше всего. Просто больше и больше. Так. Давай посмотрим, что у нас тут. Собираем. Камни мы все разберем. Я не знаю, они кстати спавнятся. Или нет. Два дерева с одного. Это мы продадим. А 45... Ну, 44. Мы, наверное, сдадим. Потому что это нам как раз таки да. И сегодня поговорим еще с двумя. Если успеем. Возьмем квесты, само собой. Так. Можем посадить, кстати. Можем посадить. Это хорошо. Пусть растет. Так. Там все полито. Давай воды наберем. Так. Тут получается все. Погнали. Значит, ты будешь давить по одной мане навсегда. Плюс я еще и маны с тебя получаю. То есть, если я... Ну, вообще ничего не надо. Надо семян цветов еще набрать. Хотя, погоди. Это розы были. Они дают ману. Может, другое варенье будет давать другое. Так. Три кристалла воды. Пошла ты лесом. Ладно. Пять морских звезд. Ясно. Эти два каста я, наверное, так выполню. Вне серии. Так. Опять туда и туда. Понятно. Ну, сначала направо пойдем. Морские звезды две. Кристаллы воды у нас есть. Три штуки. Вроде бы как. Как хорошо, что скилл восстанавливает. Десять маны. Вроде, да? И десять процентов от маны. Десять процентов от маны. Это восемнадцать сейчас. Куда это я перепрыгнул? Таверна закрыта до восьми. Ну, почти. Кстати, а что у нас тут? А, все то же самое. Ничего нового. Так, нам еще надо, получается, капусту. И что-то еще, чтобы... Открывай. Открывай, говорю. Открывай, говорю. И что-то еще, чтобы... Чтобы тот зверек нас пропустил. Это предпоследний зверек, наверное. Или последний, может. А, опять ты фермер. Слушай, я был немного смутен, когда сказал тебе вырастить этот виноград. Я знаю, что это... Что на самом деле ты не можешь его вырастить. Я просто... Подожди. Ты на самом деле вырастил его? Похоже, я ошибся. Похоже, ты действительно такой, как говорят слухи в таверне. Что ж, сделка есть сделка. Они оплатят мой счет. И теперь, полагаю, я должен тебе. На самом деле, фермер, поэма на самом деле ничего не значит. Это просто эльфийские стихотворения. Я не понимаю, как это мне поможет. Ну, все это было не зря, фермер. Я знаю, что Нелварианы глубоко почитают древние пути эльфов, связанные с природой. Только те, кто понимают это, смогут войти в их город. Если что-то и доказывает вашу связь с природой, то это точно не стишок на ночь. Это ваша способность выращивать такой виноград. Да, я бы поспорил, что они вас впустят без сомнения. Рад услышать. Ха, видишь, выше головы, фермер. Ты хорошо поработал. Спасибо. Теперь тебе следует отправиться на поиски... Ай, извиняюсь. ...древнего затерянного города эльфов. Нелвари. Что касается меня, думаю, я открою новую вкладку. Хех, спасибо. Так. Сфера чистой энергии. Ценный ресурс. Ценный ресурс возьмем. Подожди. А, ты мне оставил 5 винограда стоимостью в 425. Я думаю, что виноград эльфов мы сможем выращивать. Так. Надо с Зю поговорить успеть. И сделать, получается, кристаллы воды собрать. Поднять, собрать. Все переговорил. Морские звезды еще принести. Я, наверное... А, арбалет я взять не могу, да? Потому что у меня вот эти два здания. Почините. Может быть, мана требуется у эльфов? Мы же, типа... Ну, типа эльфы же... А, подожди, я прокачать что-то могу. Фермерство еще. Серьезно? Ладно, давай возьмем тогда вот это. А что не открылось? А, следующий уровень. Ё-моё. Хорошо. Следующий так следующий. Привет. Привет, Артем. Ты отлично выглядишь. Это из-за всех этих приключений в последнее время? О, Клод, Элиус, Люсия, город монстров. Хм, понятно. Я никогда раньше много не разговаривал с Клодом. Видимо, наши графики не очень совпадают. Всегда кажется, что когда я готовлюсь ко сну, Клод только начинает свой день. Это не проблема. Но он, конечно, держится довольно близко к себе. Я, что совершенно нормально. Чтобы дать совет, попробуйте сделать подарок. Вдумчивого... Так, вдумчивого подарка иногда бывает достаточно, чтобы сломать печать между двумя людьми, что приводит к более глубокому уровню доверия и уязвимости. Может быть, а блюдо, которое Клод особенно любит есть, я иногда вижу, как Клод приходит и уходит из пекарни лям. Возможно, он может знать, что там. Спасибо, Джон. Так, ты там что рисуешь? Это моя... Ага, понятно. Ты сам лучше... Понятно. Это то же самое. Так, пойдем. Тут вон дракон сидит. Прикольно. Блин, надо фермерством заниматься, если честно. А, понятно. Эй, Артем. Любим еда для Клода. Ну, Клод любит заказывать в пекарне особые блюда. Это называется томатный хлеб. Я с удовольствием испеку вам банку. Мне только понадобится немного томатов, сока, чтобы приготовить тесто. Как раз вовремя по тому, что мои помидоры уже почти выросли. Им нужно все хорошо полить. Я думаю. Я могу заставить пшеницу расти, но у меня не очень получается выращивать что-то еще. Думаю, я никогда не знаю, когда собирать урожай. Поэтому я просто продолжаю поливать. Если вы поможете мне с поливом, я представлю помидоры для сока. Вы не против? Я буду рад помочь, Лям. Что надо сделать? Эй, Артем, ты здесь, чтобы помочь с поливом? Присунуть к делу, Лям. Так, да, хорошо, кстати, не стесняюсь использовать мою запасную лейку. И что мы сейчас? Ни хрена себе, Лейка. Я типа поливать буду должен? Или он автоматически? Я ничего не делаю. Вы просто поливаем помидорки. Спасибо, что помогаешь мне. Может быть, не стоит говорить, но я не так уж хорошо... Хорошей ферме. Для этого мы тебя и взяли. Верно? У каждого своя роль. Да, я самый лучший фермер на свете, я знаю. Нет, у каждого своя роль. Я думаю, что это может его обидеть, поэтому я не хочу выпендриваться лишний раз. Много себя добирались сюда, но Санхевен стал хорошим домом для меня и моих сестер. Его жители более щедры, чем большинство других, хотя я уверен, что вы это уже знаете, не так ли? Так, я никогда никому ничего не должен. Да, Санхевен один из самых. Я пережила свою долю плохих времен. Все, что я могу сделать, чтобы убедиться, что никому здесь, в Санхевене, не придется пережить ничего плохого. Что ж, я должен что-то сделать. Это часть того, почему... Так, я помогаю тебе, Артем. Я не хочу, чтобы с кем-то случилось что-то плохое. Так что, если я могу чем-то помочь, не волнуйся с нами в Санхевене безопасности. Я уничтожу любого, кто просто... А, ну давай в Санхевене безопасности. Все, мы все полили, братва. Ну вот и все, большое спасибо, Артем. Вместе мы смогли закончить с поливом меньше, чем за половину времени, которое требуется для... Мне, для этого одному. Должно пройти совсем немного времени, прежде чем помидоры... Закончат расти. Думаю, главное выращивать помидоров, не забывать поливать их. Ну вот, достаточно помидоров, чтобы сделать томатный сок. Просто приготовь их в своей кастрюле с небольшим количеством сахара. Потом принеси его мне. Достаточно легко, я сейчас вернусь. Мы помидоры собрали? Так, фермерство, исследование. Я могу? Подожди. А, он мне дал 6 томатов. Я сейчас посмотрю, во что у нас вливается виноград. Если не во что, то мы... Да, время уже час. Ну ладно, чуть серию задержим. Может там на час 10, час 15. Не знаю, как пойдете. Так, хреново туча досок. В котле вот в этом делается. С сахаром. Который я не взял. Взял? Взял. Так. Подожди. Что нам надо сделать? Томатный сок. Томатный сок или томатный суп? Нет, походу томатный суп. И там не нужен сахар. Там нужен... А, томатный сок. Вот он. Да, все же сок, а не суп. Так, еще досок. Сколько еще? 16. Давай еще. Давай, давай, давай. Батрач. Не то нажал. Кстати, звезды нужны. Что нам надо? Звезды и кристалл воды. Раз, два, три. Давай. Похожие скидываем сюда. И похожие скидываем сюда. Так, нужно... Раз, два, три, четыре, пять. Так, стоп. Виноград тоже скинем. Если он... Подожди, а может он не пригодится? Давайте посмотрим. Виноград вот здесь нужен? Типа топовый эльфийский виноградик. Да, смотри, виноград нужен. 20 маны. При употреблении в пище увеличивает регенерацию маны на 20 на 5 минут. Охренительная штука, если честно. И винограда больше нигде нету. Охренительная штука. Томатный сок пока что делается. Так, что у нас осталось? Остался один виноград, который мы в принципе можем скинуть пока что. Так, рыбку, которую мы можем скинуть и выполнить два квеста. Давайте так я и сделаю. Все, пока готовится. Стоп, нет, вот это надо скинуть. Так, куда мне бежать? Для того, чтобы сдать квесты. В центр и к этой парышне. Пойдем к парышне, а потом в центр. Вот и все. И пока суп томатный сделается, мы как раз уже вернемся. 180 маны. Как я посчитал неправильно? Я, походу, на 3 умножил, а не на 5. Да, да, держи. Нет проблем. Монетки, опыт, рыбалку. Я беру рыбалку, потому что рыбалка нужна. Как бы другой опыт у меня и так есть, а вот рыбалки у меня нет. И рыбалка мне как раз таки пригодится. Варенье надо попробовать цветы другие покупать, если они есть. И насажать их. Да. Так. Подожди. А-а-а, я... Этот... Квест это да. Это мы сейчас зададим сюжетный, тоже побазарим за квест. Нам еще комили надо... Держи, смотри, что есть у меня. Нет проблем. Так. Монетки. Давай рыбалку дальше качать. Как у нас с рыбалкой? Ну, та-та-та-та-та-та-та. Себе идет, если честно, рыбалка. Так, томатный суп надо сделать. Но мы прокачали с ней отношения. Кстати, по поводу отношений. Ммм. Общий уровень 127. А, общий уровень за счет вот этого идет просто. Все, я понял смысл прокачки. Разное перепрыгнуто. Времени. Собрано золото. Собрано сфер. Собрано билетов. Выполнено квестов. Точность. Крит урон. Защита урон от заклинаний. Урон от атаки. Высота прыжка. Скорость передвижения. Реген маны. Маны хп. И да. Это вся какая была мною сделана. Так, отношения. Не знаю, что это за книжки. Тут закрыто. Подарки тоже пока непонятно. Пойдем скажем, что мы все выполнили. Мы молодцы. И будем на этом закругляться. Стой, 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 стой. Я к тебе, она от меня. Привет. Привет, Артем. Хорошо, что мы встретили. Хотел спросить тебя, как прошло твое вливание маны. Вы достигли успеха? Правда, я очень рад. Я рада это слушать. Следующим твоим шагом будет поиск на лваре. Я уже знаю, где он. Отлично. Я рада, что застал вас до того, как вы ушли. Артем, если вас не затруднит, не могли бы вы встретиться со мной в казармах перед отъездом в на лваре? Мы с Натальей Лем хотим либо поговорить... Так. Поводить тебя перед твоим путешествием. Конечно, все. Так. Погнали в казарму. Четыре сердца у нас тем временем с ней. Четыре полных сердца. А это значит, что мы будем получать очень много денег. Пойдем в казарму зайдем. Никогда в них не было, кстати. Может, там сундуков тьма. У него башка блестит. Артем, ты здесь. Спасибо, что пришел. Привет, Артем. Я тоже рад, что ты пришел. Что вы хотели? Так. Я не хочу отнимать у тебя много времени, Артем. Я просто хотел похвалить тебя, прежде чем ты отправишься на поиски на лваре. Вы уже много сделали для солнечного прибежища. И я знаю, что вы будете делать еще больше по мере продвижения вперед. В знак благодарности, пожалуйста, примите этот знак от меня, от имени всего Санхевена. Что это за знак? Десять маны дополнительные. И печать солнечного прибежища. Так, я наложил на эту печать чары, которые помогут вам в вашем начинаниях по добыче маны. Не веди себя так робко. Ты заслужил это. Похоже, ты многое делаешь для безопасности солнечного Хевена, Артем. Ты заслужил благодарность от меня и всех остальных, кто сегодня здесь в казармах. И за пределами казармы тоже. Так что не только я и Люсия. Хм, и поскольку я не знал, что мы будем раздавать подарки, дай-ка подумать, что это за блестящая башка. Тенниль, я не думаю, что тебе нужно. А, вот они. Что? Сапоги. Солдатские сапоги. Пожалуйста, примите солдатские сапоги от имени гвардии солнечного Хевена. Они идеально подходят для долгих маршей. А быстрее вы никуда не доберетесь. Артем, ты делаешь то, что никто в истории солнечного Хевена еще не делал. Только не забывайте о безопасности. Будьте осторожны. Леса Запада не имеют хороших карт. И никто не может сказать наверняка, с чем вы можете столкнуться. Несколько моих людей раздевали... А, разведали Западные леса. Они рассказали мне, что деревья начинают приобретать странный яркий цвет. И они чувствуют странное присутствие ветра. По-моему, звучит немного жутковато. Так что сохраните спокойствие, пока еще этих... А, пока еще этих... Спасибо вам обоим. Не будь... Так, не буду больше тебя задерживать, Артем. Тебе, без сомнения, предстоит очень долгий путь. Я сказал всем, что было... Все, что нужно, удачи тебе, Артем. Я отправляюсь в поиски на гваре. Что за башка светящаяся? Ежедневник солдатской диеты. На этой неделе горячие рекомендации пирога. Понятно. Кажется, есть... Нет, это неинтересно. А, просто башка светилась. Я хочу посмотреть, что тут есть. Ни хрена себе. А, это броники просто. То есть, нельзя ничего стырить. Вот я о чем. Всегда надо что-то стырить. Короче, все. Это все казармы. Подожди, мы получили... А где амулет? Вот амулет. И что, вы можете выбросить этот предмет. Почему я должен выбрасывать? С 4, 8. 63 брони. Давай. Гребень. Так. Сы солнца прибежище лисе зачаровало его заклинание, помогающим регенерацией маны. Просто увеличит ваш максимальный запас ман на 10 единиц. Так, подожди, а что это? А я не могу бросить? А как мне бросить? Подожди. Вы можете выбросить этот предмет. А как его выбросить? Типа, в мусорку? Мусорку я не хочу. Давай, рыбку. Ну, рыбку в мусорку я тоже не хочу. Короче, ладно, оставим. Пусть валяется. Типа, он мне не мешает. Сапоги мы продадим, скорее всего, вместе с этим. С остальными модиферами. Ну, шапку я оставлю, потому что сердечки мне не нравятся. Исследуйте лес на западе, чтобы найти на лваре. Томатный сок приготовить. Кстати говоря, мы можем этим заняться. Мы уже его приготовили. Нам надо только его отдать. И мы будем пообщаемся с Клодом по поводу чего? По поводу заклинания наверх. То есть у нас сюжетка делится сейчас на два типа. Либо идем наверх. Либо идем в... Сейчас. Либо идем налево, либо идем наверх. Но там еще босс есть. Вот в чем прелесть. То есть мы можем еще и босса завалить. И получить еще больше. Нам нужен 30 уровень, чтобы хотя бы арбалет прокачать. И заклинаний надо побольше, чтобы просто нахреначивать туда и нахреначивать. Так. Стоп. Отдай мне вот это. Так. На тебе. Это пока рыбка пусть будет. Так. Это мы сок сделали. Он дает нам 20 маны плюс реген маны на 5 минут. Что в принципе хорошо. Так. Рыбка у нас лежит в другом сундуке. Держи. Да, походу да. Так. А чем у нас тут? У нас броня лежит. Давай броню снимем. Деньги все же как бы нужны больше. Рыбку скинули. На рыбу ангела. И на тебе броньку еще. Это мы все оставим. Это мана. Она пригодится нам как минимум. Печать солнца пусть валяется. Пока что. Ну что ж. Давайте на этом заканчивать. Продолжим в следующей серии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.